Добрый день! Сегодня у нас достаточно редкая головоломка от компании MF-8. Поставляется она в такой коробочке, стандартный для многих головоломок, из которых у меня уже есть Windows Grille 2, Elite Nesquib, а остальные я не видел в продаже. Тот же Grille 3, MasterSquib Plus, кто тут еще? Grille 1 и Crazy Grille и RoyalSquib. Их пока в продаже не видел, все остальное у меня уже есть. И как можно было доходаться, это никто иной, как корвикоптер, и называется он плюс 3 на 3, корвикоптер 3 на 3. В магазинах обычно ставят между этими словами знак плюс, то есть корвикоптер плюс 3 на 3. Открываем и смотрим. Инструкции, конечно же, нет. Вот такая вот издалека симпатичная головоломка. История этого корвикоптера очень такая длинная. Пару лет назад он продавался. Я его в продаже видел, стоил он дорого. Но судя по названию, было написано корвикоптер плюс 3 на 3. И внешне он от обычной бабочки, которая вот корвикоптера, отличался только наличием вот этого центрального элемента. И я так подумал, ну это, наверное, обычная бабочка, у которой есть центральный элемент. Стоит что-то дорого, головоломки от MF-8 крутятся плохо, да, но его покупать не буду. Но обзоров на него никаких не было, поэтому я ничего про него и не знал. Ну и благополучно про него забыл. Потом я вот этими коптерами очень увлекся. Собрал уже практически все, какие они только бывают в свою коллекцию. И посмотрел, что у меня вот не хватает корвикоптера плюс 3 на 3. Стал изучать про него информацию и понял, что это далеко не простая бабочка. Наличие центра здесь не единственное отличие от обычного корвикоптера, которая обычная бабочка. Что может обычная бабочка? В принципе, это уже достаточно интересная головоломка. То есть вращается вот так. Вращается ребра. То есть ребра вращательная головоломка. Соответственно, коптеры. Первым из них был вертолет. Хеликоптер Куб. На него есть уже обучалка на канале. Это, в принципе, на бабочку уже готовится. Возможно, к моменту публикации этого видео уже будет и на бабочку обучалка. Вращается вот так. Но можно делать еще движения вот такие, которые меняют форму. Можно форму не менять, можно просто менять орбиту элементов. Что делает сборку головоломки без изменения формы невозможной. То есть вот эти движения, так называемый джамблинг, меняют орбиты. И для того, чтобы расставить элементы потом по своим местам, необходимо применять также движения, которые меняют форму. Как-то так. Головоломка очень хорошая. Ну, интересная. И ее даже собирают на скорость. Пока проведен только один чемпионат с этой дисциплиной. Там было мало участников. Но на скорость собирали в качестве дополнительной дисциплины. Что же здесь? Здесь все то же самое. Вращается вот так. Можно делать изменение формы. Все это доступно. Поскрипывает немножко. Все вращается. Но помимо этого можно делать еще движение как 3х3. Поэтому оно и называется Куровикоптер плюс 3х3. Это выглядит вот так. Что дает новую степень свободы головоломки. И она становится интересней. То есть даже обычную бабочку можно перемешать только вращением вот такими ее сборка будет достаточно простой. Вполне интуитивной. И только если поменять орбиты сборка становится интересной. И там надо думать что-то изобретать. Здесь же при любом таком движении уже меняются орбиты элементов. если рассматривать головоломку как обычную бабочку. У производителей головоломок уже была мысль скрещивать разные вращения. К примеру есть Кловер Куб который по сути обращенная бабочка. Есть Кловер Куб плюс который может делать все что может обычный Кловер но еще вращается как 2х2. И та же история. Кловер можно перемешать только вот так не меняя форму. и будет сборка очень простой. А Кловер Куб плюс ты все равно повращаешь как 2х2 и орбиты элементов изменятся. Но сборка становится интереснее. И для этого не нужно делать какого-то изменения формы вот такого. Хотя она тоже здесь работает. Все так же перемешивается. также был Флауэр Коптер от Ван Ван где обычная бабочка смешана с Рэди ну или с Дина Кубом. Здесь получается так же меняется орбит элементов но здесь еще помимо прочего есть интересный джамблинг который выглядит вот так можно вот этот отдельный элемент перемещать конечно мало усложняет сборку но выглядит достаточно интересно. Недавно собрал этот пазл хотя лежало мне года два все руки не доходили он был собран наполовину и так вот лежал на полочке здесь маленькие наклеечки поэтому с ним нужно поаккуратнее лан-лан но здесь больше сходства наверное вот с этим хотя здесь добавляется этап сборки вот этого ребра здесь такого этапа нет поскольку есть центр и ребро целое то есть по сути появляется как бы имитация кубика 3х3 и его можно собирать как 3х3 но с чего я начал путь этой головы ко мне было достаточно долгим то есть я пытался его где-то заказать его практически нигде в наличии не было то ли его перестали производить то ли он где-то был но был за очень большие деньги неразумный который был не готов платить в итоге я его все-таки купил вместо него мне прислали другую головоломку видимо этих был дефицит я купил я купил еще раз и наконец-то он приехал он поставляется в разных цветах но там в наличии по-моему было только в цветном пластике и меня это устроило вот издалека он выглядит достаточно симпатично но если посмотреть поближе мы видим что пластик как будто грязный на самом деле это из-за того что внутренние элементы зеленые а желтый пластик достаточно тонкий и зеленый через него просвечивает то же самое на оранжевом смотрится грязным но синий терпимо белый почему-то пощадили то ли здесь пластик потолще выглядит он посимпатичнее но вот на желтом и оранжевом такие вот грязные оттенки есть но это всего лишь просвечивает зеленый пластик также на элементах есть следы такие вот некачественные отливки деталек всякие дефекты потертости потеки особенно на синем это заметно это конечно все придирки но вполне понятно почему эта головоломка мало где продается но это еще не все я пособирал этот замечательный курвикоптер крутился он не важно заеданиями но терпимо как коптер вращается достаточно хорошо но как трешка из коробки плоховато и соответственно требуется время чтобы ему разработаться в итоге я сделал пару сборок в принципе все не так сложно но вполне интересно и у меня выпал зеленый центр я сейчас специально активно не кручу чтобы они пока еще подержались для картинки выпал зеленый центр я был к этому готов я решил ну пока пособираю без него в принципе головоломка отлично крутится он никак не держится он цепляется только за реберные элементы соответственно ну выпал и выпал и осталось внутри я дособирал головоломку и решил его достать разобрал в итоге у меня рассыпался весь курвикоптер я потратил часа 3-4 на его сборку в итоге плюнул и вынул все остальные центры и собирал так в итоге я познакомился с внутренним строением головоломки достаточно интересное сейчас уже будем вращать поактивнее если выпадет то не страшно получилось так что я настроил его уже под себя потому что его невозможно было разобрать не открутив винты то есть очень плотно все детальки сидели и без центров он мне даже понравился больше крутился приятнее ну и с тех пор у него такое вот более-менее комфортное вращение поперемешиваем в итоге центры здесь выпадают их не очень просто вставлять обратно но возможно то есть если выпадут вы не переживайте если вдруг где-то найдете эту головоломку можете их вынуть аккуратненько и сложить где-нибудь и пусть лежат но если извлечь игроволомки все центры то здесь возникает паритет как на void кубе отсутствие центров приводит к паритету и этот паритет решается так же как на void для тех кто вдруг не знал на void кубе нет центров и если сделать последовательно 7 пиф-пафов с перехватами то можно вот так вот переместить эти столбики поскольку центров нет мы не видим перемещения центральных элементов и видим перемещение только ребер если мы сейчас центры закроем то поймем что такого пила не бывает соответственно чтобы вернуть все обратно нужно перемещать центры или сделать этот алгоритм паритета из 7 пиф-пафов с перехватами мы сделали еще один переход столбиков и теперь уже можно что-то решить то есть у нас верхний слой решился ну а центр стоит не на своих местах а на воде этого будет все равно не видно то есть такой паритет возможен будьте к этому готовы и не пугайтесь головоломка между тем несмотря на свой не очень изящный внешний вид вот эти потеки вот эти просвечивания зеленого пластика которые за тонким цветным зачем-то поставили все равно но я рад что оно ко мне наконец доехало моя коллекция коптеров все растет и растет но производители выпускают все новые и новые я просто не успеваю их покупать и собирать и стоят они не всегда дешево та же морфа ауриола которая лежит у меня уже давно пока не собрана вот она к моменту публикации видео наверное уже соберу но пока она вот в таком состоянии еще пока руки не доходят но это тоже коптер компания лимкуб там еще от мф-8 пара коптеров вышла вот для морфа ауриолу какой-то младший брат тоже морфа дейдамия если не ошибаюсь там он чуть попроще но постепенно постепенно что-то появляется новое от лан лан еще новая голомка вышла похожая вот на эту которая уже едет все хорошо вот да то чего мы и ждали провалился какой получается центр зеленый центр внутри он где-то вон там валяется его лучше сразу извлечь потому что он может куда-нибудь попасть и блокировать какие-то повороты это лучше не откладывать он где-то торчит не отверточка его оттуда выговорить вот он имеет вот такое вот бесхитростное строение из-за того что он с одной стороны полый его можно подцепить отверткой и вот эта вот маленькая крышечка крепится просто за соседние элементы вот там внутри болтик который можно глубоко засунув отвертку подкрутить и настраивать со временем все эти центры повылетят да лучше их отложить пусть где-то там хранятся и какое-то время я собирал без них опять же ввод в паритет ну специально для видео я вставил все их обратно это тоже возможно и в принципе если приноровиться то можно сделать это достаточно быстро сейчас попробуем вот если немножко повернуть это вот ребро то заходит как-то легче но то что я сейчас вставил элемент на место не мешает ему никак оттуда выпасть причем настройка головоломки здесь не очень сильно влияет центры выпадали и в состоянии из коробки центры выпадают и сейчас при большей расслабленности болтов в итоге это низкокачественная головоломка интересная по сборке если выпустят какую-то обновленную модель я наверное даже куплю собирать интересно собирать можно но конструкция явно неудачная по совету я могу исключительно коллекционерам либо тем кому не жалко отдавать деньги за продукт который выглядит и крутится не очень хорошо крутится он терпимо но вот эти вот центры они выпадают постоянно и скорее всего их проще будет просто убрать и собирать головоломку с вэк паритетом что тоже в принципе неплохо вот так форму меняет помним об этом можно перемешать вращать еще и в таком виде как 3х3 будет тоже интересно по внешнему виду вот эти недостатки визуальные скорее всего мини будут заметны естественно в версии с наклейками то есть там будет один цвет и наклейки вот эти все потеки они естественно закроют может их там и в принципе нет кто знает поэтому ну наверное визуально эстетически версии с наклейками будет поприятнее но а я доволен и тем что есть пособираю тоже не знаю как насчет того чтобы собирать на время но я как-нибудь попробую но скорее всего без центров только для коррекционеров или ну для тех кому хочется чего-то интересного сложность здесь невелика интуитивно собираем ребра как в 3х3 и дальше решаем как корвикоптер ну если центры есть то относительно центров собираем если их нет то просто собираем по цветам как 4х4 ну или как войдхуб а на этом у меня все всем спасибо всем пока